В последнее время все чаще можно услышать предположения о том, что Азербайджан может вторгнуться в Армению. Подобные предположения недавно приписали даже госсекретарю США Энтони Блинкину. Якобы об этом он недавно предупредил небольшую группу законодателей. Исходя из этой информации, Блинкин ожидает скорого вторжения Азербайджана на южные территории Армении, через которые Баку требует открыть Зангизурский коридор для связи с Эксклавом Нахичевань, с которым Азербайджан не связан прямой сухопутной границей, ибо он отделен от остальной части Азербайджана территорией государства Армения. Впрочем, чуть позже в Госдепе США опровергли данную информацию, сказав, что Блинкин не предупреждал США о потенциальном нападении Азербайджана на Армению. Однако в самой Армении, судя по всему, всерьез опасаются подобного сценария. Например, посол Армении в ЕС также заявил, что страна ожидает азербайджанского нападения в течение нескольких недель. В то же время в Баку заверили, что не претендуют на армянские территории. 4 октября представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что в Ереване неправильно истолковали, что имеет в виду Баку, говоря о коридоре в Нахичевань. По его словам, Азербайджан не претендует на территории, через которые должен пройти коридор, и признает над ними армянский суверенитет. В 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Зангизурский коридор будет открыт вне зависимости от того, хочет этого Армения или нет. Тогда он подчеркнул, что в случае нежелания Еревана вопрос будет решен силой. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в трехсторонних соглашениях не брал на себя обязательств по открытию коридора. Он подчеркнул, что Армения готова открыть дороги в Азербайджан и Турцию, однако это должно осуществляться под армянской юрисдикцией, а никакая третья сторона не должна контролировать территорию страны. Открытие коридора является крайне важным для Азербайджана, ибо, во-первых, только так страна получит прямую сухопутную связь с Нахичеванской автономной республикой, и, что также немаловажно, Азербайджану нужна прямая сухопутная граница со своим главным партнером, то есть Турцией. Но из Турции граничит только Нахичевань. В общем, все дело в удобной логистике и коммуникациях, которые позволили бы Азербайджану не только иметь прямой сухопутный маршрут к своей автономной республике, но и удобную прямую коммуникацию с Турцией. Так что, когда появляются слухи о потенциальном нападении Азербайджана на Армению, речь, конечно же, не идет о том, что азербайджанская армия, находящаяся в кураже после победы в Карабахе, решит ввести войска в Ереван и заявить, что берет под свой контроль территорию, которую считает историческими азербайджанскими землями, ереванским ханством и так далее. Речь идет о том, что Азербайджан хочет иметь удобные транспортные коммуникации с Турцией, со своим эксклавом в лице Нахичеванской автономии. Вопрос в другом. Будет ли азербайджанское руководство силой принуждать Армению к открытию данного коридора? Например, турецкий президент Реджип Таип Эрдоган заявил, что в том случае, если Армения ответит отказом, то коридор может пройти через Иран. Если Армения не позволит это сделать, то где пройдет коридор? Через Иран. Иран позитивно относится к этому. Таким образом, станет возможным транзит в Азербайджан через Иран. Также Эрдоган подметил, что Анкара готова к нормализации отношений с Арменией в случае, если Ереван выполнит данные обещания, включая открытие Зангизурского коридора. Если смотреть на ситуацию с точки зрения военной мощи, то, конечно же, Азербайджан имеет рычаги давления на Армению. Банально по причине того, что Азербайджан больше и имеет более мощную армию. Да и Никол Пашинян не является тем человеком, который хочет отправлять своих людей на убой, и, вероятно, в нынешних условиях он всегда предпочтет дипломатический выход из ситуации. Однако есть еще один фактор. Азербайджан ограничен международным правом. Да, внутри страны азербайджанское руководство может делать практически все, что угодно. И мало кого на Западе волнует то, какой там политический режим, какой там уровень гражданских свобод, коррупция и так далее. Потому что, во-первых, это внутреннее дело жителей страны. Во-вторых, Азербайджан все-таки является достаточно важным торговым партнером для ряда европейских стран. Однако за пределами своей страны Азербайджан имеет ограничения в виде международно признанных границ. Хотя бы потому, что азербайджанская сторона в течение 30 лет апеллировала именно фактором международного права, территориальной целостности и международно признанных ООН-границ, когда речь заходила о Карабахе. И если страна, которая десятилетиями говорила о правах на территориальную целостность, сама, в свою очередь, эту самую целостность нарушит, это будет крайне проигрышной ситуацией с точки зрения репутации. Азербайджан и без того имеет проблемы, когда речь заходит о международной репутации. Иначе как объяснить то, что, несмотря на то, что все страны мира единогласно признавали Карабах частью Азербайджана, Европа и Штаты все равно во многом проявляли куда больше симпатий и лояльности по отношению к Армении. И это при том, что чисто юридически Азербайджан был прав. Я думаю, что тому несколько причин. Во-первых, Азербайджан это страна с преимущественно мусульманским населением, что уже может вызвать у части европейских лидеров определенный скепсис. При том, что Азербайджан это в реальности одна из самых нерелигиозных стран региона. Та же Грузия считается намного более религиозной. Во-вторых, у некоторых людей в Европе вызывает вопросы состояния демократии в Азербайджане. В-третьих, Азербайджан, в отличие от Армении, не имеет мощной диаспоры, а значит и мощного лобби за рубежом. Как ни крути, армянская диаспора очень активно продвигает армянские интересы за пределами Армении. Да и выглядит Армения куда более духовно близкой для Запада. Христианская страна еще и более-менее демократическая. На фоне с Ильхамом Алиевым, который находится на посту президента уже 20 лет и является преемником своего отца, пришедший через мирные протестные акции пашинян, конечно же, воспринимается европейцами как более свой человек. Однако, авторитарные государства имеют такое же право на территориальную целостность, что и демократические. В общем, если Азербайджан и решит коим-то образом нарушить территориальную целостность Армении, пробивая Зангизурский коридор, это нанесет ущерб и без того неидеальной репутации Азербайджана в глазах западного мира. Часть людей скажет, да и пофиг на то, что там думают западные политики. Может, кому-то и пофиг, но азербайджанскому руководству не пофиг. Власти Азербайджана не хотят, чтобы страна была изгоем на мировой арене, хотя бы в силу того, что это экономически нецелесообразно. Как бы кто ни относился к Ильхаму Алиеву, но с точки зрения внешней политики он действует очень прагматично и старается вести себя так, чтобы юридический Азербайджан всегда выглядел правым, и пока что ему это удается. Несмотря на то, что Азербайджан подвергся критике со стороны западных стран за те методы, которыми он восстановил контроль над Карабахом, с точки зрения юриспруденции власти страны всегда могут заявить, мы восстанавливали свою территориальную целостность, которую вы же сами и признаете. И по сути будут правы. Коридор по итогу Азербайджан получит. Однако, даже если они решат добиться его силовым путем, то это не будет глупым открытым военным вторжением, потому что для азербайджанской стороны очень важен фактор международного права и территориальной целостности, ведь именно этот фактор является главным аргументом Азербайджана в вопросе Карабаха. Азербайджанские власти говорят, да, у нас есть проблемы внутри собственной страны, однако мы соблюдаем все международные договоренности, не претендуем на чужие земли и просто хотим жить на собственной международно признанной территории так, как нам самим комфортно. Взять и разрушить эту репутацию одним неверным шагом будет не в стиле Ильхама Алиева, который уже на деле показал, что способен ждать подходящего момента столько, сколько потребуется. Продолжение следует...